привет всем кто меня смотрит и в этом видео мы с вами выведем шинби на экран значит если мы запустим игру на двоих мы увидим что у нас есть ряд технических проблем это то что шинби друг друга не видят вот они друг друг перед другом стоят толку ноль мы просто цепляемся и все кроме того высыпается ряд ошибок давайте это исправим значит для начала откроем base char это нашу базовый char и row char мы кое-что здесь переделаем row char мы добавим сюда функцию который у нас будет называться set row char вот и она у нас будет тоже категории base char суть этой функции будет элементарно просто перезаписать эту переменную готово теперь насчет base char можно закрыть и теперь нам нужен char player парамс так вот у нас здесь есть бикин play который у нас через полсекунды запускает чар скинск чар скинс и так в первую очередь мы делаем следующее мы ставим сюда и звали во-первых потому что чар инфу не будет доступен никаким сторонним клиентам то есть информация о вашем персонаже будет доступна только вашему клиенту и больше никому все другие клиенты будут здесь получать пустой пустое значение из которого нельзя высосать ничего соответственно нам нужно поставить из валет если not валет это значит у нас другие совсем персонажи да то есть это у нас не владельцы вашего персонажа овалит это вы владелец вашего персонажа и делаем и следующее нам нужно реплицировать вот эти все перемены так как они у нас динамически меняемые то есть мы должны их подгружать зависимости от того что у аккаунта там на уме сохраняем hair color промоута в ремли и hair color и то же самое со скину делаем скинку и так hair color мы делаем реплицируемым а скин color мы делаем реп на тифай кстати hair color мы тоже можем сделать реп на тифай значит заходим скин color вот это вот копируем заходим скин color и здесь это вставим и делаем мы следующее вызываем функцию сетру чар сетру чар и перезаписываем вот это вот то что у нас отсюда выйдет кстати да надо перезаписать еще вот это это сайт еще отсюда пресетный пресетный который нам тоже нужно промоут сделать hair color и нам знаете как лучше и нам не этого пока так сделаем значит пресетный сохраним ее сюда и сделаем ее тоже самое реп на тифай шпана у нас только один раз перед перед раздалась и у нас получается три перемены которые мы раздаем пресетные мы раздаем для того чтобы у нас другие игроки узнали каким мы пользуемся скелета уменьшим и какой анимацией ну и соответственно цвета мы тоже назначаем значит переходим в он реп скил скин color и здесь нам нужно уже надеть сюда пресетный в ручер будет записан пресетный им и там когда мы будем менять расцветку чтобы у нас вот именно этот пресетный использовался и теперь дальше мы делаем следующее если у нас если у нас содержимое скелета уменьши пустое сначала давайте пожаловать да если она у нас заполненная то мы сразу назначаем наши цвета натянем сюда этот из кинталор если у нас содержимое пустое то у нас уже есть пресетные пресетные и мы можем назначить уже get mesh у нас есть getcharmesh и нашему персонажу мы можем назначить это свет скелета уменьши готова единственно и соответственно нам нужно где-то они инстанс где открыть чара не мы понятно у нас они мы сансов других нету заходим и соответственно делу с чем в пф чар дата давайте создадим аниме санс у нас есть гречи раним инстанс мы сделаем дубликат просто детки одним аниме станции это у нас будет кричер а это будет гельм один чит они мы сос то есть в самой игре непосредственно готовы и в такими его немец нас соответственно основная анимация детки и маним инстанс вот у нас он будет да и нам нужно назначить умешу сет аниме инстанс нам и нужно назначить ему с это ним из нас класс и воткнуть его сюда и дальше мы просто вот этого соединяем готова значит теперь если у нас все это дело запустится запустим сначала на 1 убедимся что у нас на 1 все работает работает запустим теперь на двоих заработала и у нас видно да видно у нас видно уже бегает теперь значит что у нас за ошибки get control контроллер риаторн баллы агет контроллер риаторн баллы ну или сделаем вот так тоже инвалид я так понимаю что здесь ругается на что-то детка контроллер на чарплеер паранцы и к секунду бир крафт и звали к нам драчь это у нас здесь это у нас здесь да то есть самом начале он ругается на то что где-то контролер не нашелся теперь у нас ошибок нет теперь они у нас обе видны теперь давайте эксперимент проведем залезем в компоненты и скультрансфер здесь у нас есть шимби тимплейт берем макрос шимби тимплейт я просто уже заготовки сделал по сути этого это мэйк структура чары инфу вот и все если что вдруг шимби тимплейт я сделаю дубликат это у нас будет второй шимби тимплейт и здесь я некоторые вещи поменяю например у нас будет здесь 0 2 здесь будет один а здесь будет 0 2 то есть я ему поменять цвет кожи ему поменяю брейк на снова 2 волосы у него будет не знаю что это rgb блю это синий будут на 4 тип color у нас будет не синий а 0 2 какой-нибудь там не знаю красный такой вот будет теперь у нас два шимби тимплейта теперь мы сделаем следующее вытянем структуру селект выйти ним отсюда рандом был и воткнем селект у нас будет рандомный полив рандомный полив у нас будет дел следующий если выпадет false то мы втыкаем шимби 1 если выпадет true то мы втыкаем шимби 2 значит 50 на 50 у нас работают обе шимби 50 на 50 у нас работают две разные шимби вот так вот может получиться вот теперь сейчас и проверим так шимби 1 шимби другая отлично у нас две ранжевые шинги сработали и мы видим замечательно картину что у нас две разные шимби с разными с разными текстурами подгрузились обе абсолютно разные прыгать они не умеют атаковой атаковать мы будем их потом учить сейчас я сделаю поменьше вот всем спасибо и до скорых встреч